К 2020 году в городах России должно значительно увеличиться количество автомобилей, работающих на газомоторном топливе. В городах-миллионниках 50% пассажирских автобусов и техники ЖКХ должны работать на таком топливе. В городах с населением более 300 тысяч человек – 30%. Эту важную для защиты окружающей среды задачу поставило правительство страны. Какие плюсы даст переход на газомоторное топливо, какие сложности в реализации этой программы видят в регионах, обсудили на совещании в Нижнем Новгороде. С руководителями субъектов федерации и предприятия встретились полпредпрезидента России в ПФО Михаил Бабич и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. В совещании принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Городские автобусы, мусороуборочные машины, коммунальная техника – все эти виды транспорта претендуют на звания экологически чистых и экономичных, при условии, что они работают на газомоторном топливе. Специалисты утверждают, выбросы токсичных веществ в окружающую среду при этом снижаются в 2-3 раза, а уровень задымленности – в 9 раз. Сравнение явно не в пользу бензиновых и дизельных двигателей. О программе перехода на экологический вид топлива заговорили в округе несколько лет назад. Реализовывать ее намерены в несколько этапов, но даже первые шаги уже принесут ощутимые результаты, считают участники совещания. Встреча заинтересованных в этом проекте лиц состоялась на территории известного на всю страну Горьковского автозавода. Именно здесь уже начали выпуск автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Руководство предприятия организовало для участников совещания специализированную выставку, чтобы нагляднее продемонстрировать потенциал этого сегмента рынка. Помимо чистого воздуха, программа даст и экономический эффект, считает заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Стоимость газа дешевле. Соответственно, ваша поездка в составляющей части топлива будет дешевле на эти самые 30%. Или ваш бизнес, если вы занимаетесь доставкой материалов, тоже станет более эффективной, более конкурентоспособной, ровно на 30% стоимости горючего, которого вы обычно тратите. Несмотря на явные преимущества, водители не спешат пока переводить свои автомобили на газ или закупать новые машины уже с готовыми двигателями. В первом случае много трат, во втором – не выстроен сервис. Стандарты обслуживания жесткие. Регионы вынуждены были разработать меры стимулирования. В республиках Татарстан, Чувашской республики, Пермсомграй, Кировской, Оренбургской и Пензенской областях уже предоставляются преимущества при размещении государственных и муниципальных заказов на перевозку пассажиров. В ряде регионов предусмотрено снижение размера транспортного налога, либо освобождение от его уплаты. «Газпром» в свою очередь строит заправочные станции. Сейчас их в России 213. В этом году должно появиться еще 35. Среднесрочные цели на 2018 год у нас очень амбициозные. Мы будем работать очень быстро и оперативно. И уже к 2018 году в стране мы будем эксплуатировать 471 АГНКС. Чуваша в числе первых начала реализацию государственной программы. Пока в республике из зарегистрированных автотранспортных средств только 6% владельцев используют газомоторное топливо. На территории республики работают 55 станций, заправляющих сжиженным углеводородным газом. И одна газонакопительная компрессорная станция. Определены земельные участки под строительство еще четырех таких станций в Канажском районе, Новочебоксарске и Чебоксарах. Мы будем все делать для того, чтобы переводить транспорт на этот вид топлива, переоборудовать, переоснащать и новые единицы техники, автобусы и техники для жилищно-коммунального хозяйства. Наши бизнесмены-предприниматели, занимающиеся своим делом, занимающиеся коммерческой деятельностью, будут переоборудовать. В конечном итоге, потому что это влияет на себестоимость производимой продукции, одним словом, снижаются издержки производства. Эффективность развития газомоторного рынка покажет время. В стране, где самые большие запасы газа, стоит делать на это высокую ставку. Сделали вывод участники совещания. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика.